МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришла за здоровьем, за красотой. Я хочу быть примером для своих дочек. Поэтому решила, благодаря вашему проекту, вырваться из рутины, наконец-то заняться собой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я сейчас второй раз в браке. Ну, вышла замуж, то есть второй раз. У меня с мужем замечательные отношения. Просто был неудачный первый брак. Когда я родила, я изменилась, я поправилась. И он меня категорически не хотел принимать в таком виде. Без всяких оправданий, что беременность тяжелая, что сложно, двойняшки родились. Без малейших, как сказать, послаблений. Про шеппинг я могла только мечтать, не с кем было оставить детей. Каждый день слышала упреки, каждый день спать ложилась со слезами, каждый день слышала, что я... как свинья со складками. Поставила, в принципе, я себе цель наметила, что я как только у меня немножко появится свободное время, с собой займусь. Ситуация изменилась кардинально. Второй брак. Счастливая я себя почувствовала женщиной, почувствовала себя мамой, любимой и любящей. Ну, самое главное изменение в моей жизни вот на этом этапе, что я узнала про проект. Это меня так вдохновило, я поняла, что вот это тот момент, когда я действительно могу осуществить свою мечту. И учитывая, что к этой мечте я шла столько лет через слезы, через переживания, я все-таки верю в то, что дойду, добьюсь, справлюсь, тем более с такой поддержкой. Командой. Командой. Мне здесь безумно нравится. Вот переступая порог Академии спорта, ну, совершенно в другой мир попадаешь. Ну, это так удивительно. Тут всегда встречаются улыбкой. Карачкова-Левтина. Карачкова-Левтина. Ты сейчас с тухим, 6,7-7,9 килограмм. Производит впечатление счастливой женщины. А за носу у нее сидит, ну, а с первого мужа. Да. Который там ей натыкал всякую пакость в голову. И она вот с этими ходят за носами в мозгу. Никак не может выковырять. Даже второй замечательный муж не может ей вот это помочь избавиться. Так что ваша задача, Ольга, вот как раз эти занозы и повыковырять. И тогда она полностью, вот она освободится, да, от этого. Я думаю, да. И раскроется. Раскроется. Сможет уже чувствовать себя и вести даже себя по-другому. Человек такой разумный, очень целеустремленный, очень серьезный. И ей еще важно привить в себе навык новой жизнью. Наш клиент. Это ко мне. Программа тренировки для нее специальная. Программа рационное питание, дневники питания, замеры и контроль веса. Да. Ну, а с фигурой там посмотрим. Чем больше нас бросит, и тем проще будет с ней работать. КОМОН. ПО vielleicht. КОМОН. У нас с Алифтиной следующие результаты. Талия уменьшилась на 6,5 см, ягодица на 3 см, изменение веса 6 кг. Я, конечно, стараюсь питаться по той системе, которую вы мне разработали, по тому рациону питания, но должна признаться, что иногда возникают сложности. Сегодня мы решили сходить к Алифтине в гости, выявить проблемы и, если сможем, то в чем-то поможем. Ирина, раз уж идем в гости, предлагаю проверить у Алифтина буквально все – и кухню, и холодильник, и вообще все, что создает жизнь человека и влияет на его аппетит. Договорились. Вперед! Прекрасные кухни, великолепно. Так, цвет светло-бежевый, для зоны, где готовят, подходит. Цвет коричневый, темный, серый, прекрасен для того, чтобы кушать. Красный, желтый, оранжевый возбуждает аппетит, здесь все подходит. Цвет приглушенный, усилить цвет, потому что, когда у человека немножко такая ситуация расслабляющая, он съедает больше автоматически, больше света. Хорошо. Хорошо, когда поверхность кухни максимально чиста, у хозяйки нет соблазна для того, чтобы зайти и что-то начать в кухне делать, а заодно и покушать. Аля, была заявлена проблема по поводу правильного питания. Предлагаю провести ревизию холодильника. Показывайте. Пожалуйста. Вот наш холодильник. Я могу его открыть. Конечно, открывайте. Ох, рассказывайте, что у вас тут. На каждый день еда? Да. Вы ее кушаете? Не все, конечно же. Так как у меня трое детей, конечно, приходится что-то вкусненькое, сладенькое. Вот муж у меня очень любит пиццу. Проводим ревизию холодильника и перекладываем продукты с полок на полки. Посмотрите, ваш рост невысокий. Когда вы открываете холодильник, самые полки, которые больше всего видны, вот это вот и, возможно, вот эта полка. Здесь на уровне глаз у вас будут лежать сейчас заготовки, подходят прекрасно, овощи вы можете сюда положить. Приготовить салатик, когда вы захотите кушать, даже на автопилоте автоматически вы подходите и открываете капустный салатик. Морковка, допустим, которую вы заранее начистили. И так, чтобы это для вас было, знаете, вот всегда под рукой. Алифтина, очень много жирной продукции. Посмотрите, пожалуйста, здесь майонез, я их наблюдаю, пицца, у вас есть торт, колбасы. Дело в том, что это продукты, которые, знаете, вот при употреблении мы их чувствуем, их острый вкус. Задумайтесь над тем, может быть, не хватает каких-то ярких, острых ощущений в жизни. Колбаса явная для вас, она останется иначе везде, на боках, на бедрах. Майонез, который здесь есть. 67% жира. Представляете? Вам нужен лишний жир? Нет. Отменить. Хорошо. И еще предлагаю вот здесь вот повесить какую-нибудь свою фотографию, где вы будете такая самая полная и, может быть, отталкивающая вас. Можно сделать это с другой стороны, чтобы вы заглядывали и уходили от холодильника. С момента, как я начала тренировки и начала придерживаться правильного питания, у меня возник страх еды. Страшно? Страшно. Я, наоборот, себе испорчу фигуру. Привлекаем Ирину, которая сейчас трудилась на этой же вашей кухне. Вот твоя тарелка. Делим ее пополам. Половина тарелки овощей, зелени. Одна четвертая – это мясо. И вот на гарнир, то, что у нас было, это картофель. Собственно, вот. Прекрасно. У меня, как у психолога, есть замечание. То, что тарелка зеленого цвета – прекрасно, потому что зеленый, голубой цвет, они не вызывают и не возбуждают аппетита. Но то, что я вижу здесь маленькие желтые цветы, вот эти вот вкрапления, они могут бессознательно вызвать аппетит. Поэтому предлагаю поменять тарелку на размер поменьше. Здесь немножко такая вот, как бы, порция выглядит скромной. На десертную тарелку, желательно белого цвета, или коричневого, или черного. И посмотрим, что получится. О, совсем другое дело. Вы смотрите, Алифтина. Да. Порция… Порция выглядит… Тарелка заполнена целиком. И кажется, что еды здесь больше, хотя визуально, да, вот, есть отличия. А порция та же самая. Хорошо, спасибо за совет. Я постараюсь его придерживаться. И уж точно поменяю нашу столовую посуду. Встроенной вам жизни. Спасибо, Ильба Владимировна. В рамках проекта «Академия красоты» предусмотрено обучение походке. Ведь женственная походка помогает чувствовать себя уверенной и ловить восхищенные взгляды. Давайте учиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ильба Владимировна. Привет! Здравствуйте! Как дела? Ну, замечательно. Видно. За два месяца 9 килограммов. Скажи, пожалуйста, что из рекомендаций по питанию ты внедрила в свой образ жизни? Ну, в первую очередь, я стала спокойно ходить на праздники. Если раньше у меня была паника от того, что на фоне всеобщего веселья и обжорства я обязательно съем что-нибудь лишнее, я держу свою тарелочку полной. То есть прихожу на праздник, сразу кладу себе понемножечку всего-всего, и все гости спокойны, потому что видят, что у меня есть угощение. И никто ко мне не пристает. И вот результатом изменения привычек питания стали минус 9 сантиметров на талии и 5 сантиметров на бедрах. Алифтин, ну у нас еще есть на чем работать. Ну да. Побежали в спортзал. Да, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Одной из основных задач моего участия в проекте, Академии красоты, было улучшение контуров фигуры. И в связи с этим я проходила, прохожу сейчас курс антицеллюлитного массажа. В проблемных зонах была большая отечность, был застой жидкости. А сейчас в результате массажа в комплексе, конечно, с тренировками, у меня значительно улучшились контуры фигуры, снизился вес, снизилась отечность. И я в целом очень довольна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий этап нашего проекта – это посещение специалистов клиники «Новодент». Ведь цель проекта – быть и красивой, и здоровой. В этом нам помогут специалисты-стоматологи. Да, хорошо, это замечательно. Идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей стоматологии «Новодент». Наши специалисты помогут вам стать здоровыми и красивыми. Здравствуйте. Меня зовут Ирия Галимеддинович. Я врач-стоматолог-ортопед. Хочу выслушать вас, вашу проблему. Моя проблема заключается в том, что в 18 лет я была вынуждена поставить коронку, потому что при лечении мне нечаянно раскололи зуб. А так как возможности не было позволить себе коронку красивую, получился дешевый вариант, который меня сейчас очень смущает. Достаточно неэстетично, я стесняюсь улыбаться. Ну да, на самом деле короночка не отвечает эстетическим требованиям и требует замены по причине ее изношенности. Сейчас нам нужно будет сделать снимок этого зуба, посмотреть, в каком состоянии его корень, посмотреть, в каком состоянии канала, и дальше мы разработаем план лечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимочек мы сделали. Снимок нам показывает, что каналы этого зуба надо перелечить по причине недостаточной пломбировки. И потом зубик будет восстановлен металлокерамической коронкой, которая будет сделана под цвет ваших зубов. Тем самым мы вопрос эстетики решим. Ну и в плане функциональности, в плане сживания эта короночка обязательно будет соответствовать всем требованиям. Для начала давайте начнем с профессиональной гигиены полосы рта. Посмотрим на результат. Если вас не устроит, то уже можете поговорить об отбеливаниях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас делали с вами профессиональный гигиенов полосы рта. Давайте посмотрим на результат. Мне очень нравится. Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодняшний день Алексина потеряла 15 килограммов. Отлично. Это хорошо. Пришло время приодеть с вашей помощью, Татьяна. Очень хорошо. Я очень за вас рада. Это потрясающий результат. Сегодня мне хотелось бы вам предложить несколько комплектов, посмотреть, как они на вас сидят и смотрятся, поиграться немножко с цветами и по ходу дела объяснить вот какие-то нюансы, как подбирать одежду вообще. Давайте начнем вот с этого брючного костюма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. Так. Смотрю, Ольге Николаевне не нравится, да? В этом комплект очень спорно. В нем есть и плюсы, и минусы. Темно-синий цвет. А здесь он почти темно-синий. А брюк, во всяком случае, черный и горький шоколад, эти три цвета между собой не сочетаются. Все-таки вот такие широкие брючки, они никого еще никогда не стройнили, не худели. А наша цель показать, насколько мы стали тонкой, звонкой и прозрачной, а эти штанишки нам в этом мешают. Давайте попробуем еще другие комплекты. Надеюсь, они у нас будут более удачными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задовая гамма замечательная. От тавен, в которой мы в бирсе работали, не видно. А это видно. Кофточка достаточно объемная сама по себе. Поэтому, когда мы подпоясываемся тоненьким ремешочком, то мы не можем... Вот эту линию, которую мы здесь фиксируем, она слишком маленькая и тоненькая. Поэтому получается тут куча, тут куча. Поэтому в таких случаях лучше всего, конечно, использовать широкие ремни. Вот если вот широким поясочком мы ее подпояшем, вот сразу образовалась талия, потому что тут широкий фиксированный кусочек тела. И все складки прижимаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидит на вас очень хорошо и подчеркивает как раз все ваши прелести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему полнит-то, мне кажется, нисколько не полнит? Мне нравится. У нее очень женственная, очень изящная фигурка прям в этом платьице. Мне вот очень нравится. У нее ножки хорошие. И вот эта вот длина как раз ее. Такой стиль 60-х. Чудесно. Цвет полнит талию. Да нет, в принципе, это вот желтый, вот он очень полнит. А горчица, она все-таки поспокойнее. Мне кажется, она ее... Вот я вот не вижу, чтобы она ей прибаловала килограммчики. Зато сам силуэт платья очень хорошо подчеркивает. Давайте следующий комплект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я довольна. Вижу потери на 15 килограммов. Спереди все-таки хотелось, наверное, поясок ближе вот к этому рыжо-оранжевому. Оно больше бы подошло. А какие-нибудь бусики, цепочку, какие-то аксессуары на шею нужны? Конечно. Мы же вороны все. Мы страсть как любим себя украшать. И у нас этого лишним никогда не бывает. Особенно, когда это подобрано правильно. Здесь надо просто что-то очень тоненькое, нежненькое, аккуратненькое, поскольку вырез небольшой. Не надо одевать что-то сверху на платье, потому что здесь и так все пестро. А здесь гладенькое, что-то маленькое, изящное можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом комплексе не видно талии. Я считаю, что хорошую фигуру не испортишь таким платьем. Тем более, что видно, что кофточка очень сильно на ней болтается. И понятно, что там очень все тонко, хорошо и изящно. Это раз. Потом этот комплекс замечательно подойдет для походов на фуршеты и банкеты. И там можно себе ни в чем не отказывать. Великолепная. А бусы, кстати, здесь очень хорошо. Можно сочетать под любой цвет на юбочке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, я довольна. Потому что здесь цвет, вот эта морская волна, которая присутствует на юбочке, он точно такой же у нас, в принципе, на бусах. Только он еще размазан и сочетается с другими цветами. Поэтому смотрится, как компаньоны, очень свежо, строго, но в то же время очень жизнерадостно. И вам, как педагогу, я думаю, что, в общем-то, очень достойный для вас наряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все зависит от ситуации, да, смотря, куда идешь. Потому что бывают тогда торжественные какие-то мероприятия, но надо выглядеть строго, очень строго. Тогда в этом случае платье просто замечательное. Здесь и бантик такой ненавязчивый, но очень элегантный. Здесь вот этот вот жаккард, тоже с претензией на нарядность и на гламур. Ну, а вот это вот украшение, я считаю, тоже сюда очень подходит. Золото к золоту, а жемчуг, он никогда лишний не бывает. Я в восторге. Мне очень понравилось общаться с вами. Я услышала очень много дельных советов по поводу цветовой гаммы и фасоны, которые мне наиболее подходят. Я очень рада такой возможности. Мы сегодня померили много комплектов, и мне есть из чего выбрать. И самое главное, что я себе в этой одежде очень нравлюсь. Наступил финальный день, и сегодня участница проекта Академии красоты «Алевтина» преображается в парикмахерской колорой. Академия красоты «Алевтина» преображается в парикмахерской колорой. Мы даже похожи. Я тоже очень себе нравлюсь, и мне приятно быть похожа на вас. Мне было очень приятно работать с Алей. Она очень такая милая, доброжелательная. И мне хотелось подчеркнуть ей эту черту характера именно в прическе и в цвете. Али в тене мне хотелось максимально выделить глаза, сделать взгляд максимально выразительным. И думаю, у нас это получилось. И результатом я очень довольна. До проекта я стеснялась своей внешности. Мне казалось, что люди смотрят на меня с осуждением. Поэтому я старалась меньше общаться с окружающими и замыкалась в своей семье. А сейчас я в восторге от своей фигуры. Мой результат – минус 16 килограмм. И каждый день я смотрю на себя в зеркало, как на нового человека. Я счастлива. Я готова выйти в свет. Минус 16 килограммов – это результат, превзошел первоначально поставленную цель. Хочется отметить, что Алифтина очень способная и талантливая, но недооценивает свои возможности. Я желаю ей больше веры в себя, ставить цели больше, продолжать над собой работать и совершенствоваться. В Алифтине мне очень понравилось то, что ей нравятся практически все цвета. А как известно, душевное здоровье человека зависит от количества цветов, которые ему нравятся. А Алифтину можно сказать, что она душевно абсолютно здоровый человек. А Алифтина привлекает тем, что она знает, чего хочет, и добивается того, чего хочет. А это и есть формула успеха. Все получилось отлично. Добавляет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok